Всем привет! Давно нас не было слышно. Сегодня вам расскажу, насколько мы продвинулись, конечно, не так много, насколько бы хотелось, но смотрите сами. Приятного просмотра и спасибо большое, что подписываетесь. Вот это, конечно, бесцветная, а тут универсальная. Это, кстати, магазин Маста. Тут посуда тоже есть. Есть парочка прикольных вариантиков тарелок, кому интересно. Такие я люблю в минимализме. И, кстати, есть большое количество супниц с ручками. Мы с Колей не можем найти нормальные супницы с ручками. Ну, они, конечно, такие немножко детские, но можно... Сейчас, возможно, посмотрим что-то. Постополе очень неудобно доставать из микроволновки горячую чашку с супом. Ну, тут такое побольше, чем я где-либо находила выборок. Ну вот, сейчас вышло 127 рублей. Купили всякие штуки для того, чтобы стены устанавливать. Иду. Мы закупились материалами в Мастаке. И сейчас едем на квартирку. Посмотрим, что еще сделал сантехник. Ну, и еще что-нибудь вам расскажем. Кстати, закупились блоками силикатными. Я еле нашла. Мы, точнее, еле нашли. И, кстати, очень случайно я нашла ребят в Instagram. Ну, и, в принципе, хорошие цены там. Поэтому, если кому интересно, я потом посмотрю и прикреплю в комментариях аккаунт ребят. Так, что новенького? Газосиликатные блоки. Нам установили инсталляцию уже. Так, а что по ванной? Тут еще ничего не готово, да? Нет, ничего не готово. И нет ничего. Короче, мы решили перенести стиральную машину в гардеробную, которая будет сразу после ванной. Потому что по планам она была здесь, но дверца сейчас у стиральных машин. Особенно мы хотим, чтобы сушка была встроена. Дверца довольно большая. И будет неудобно, то есть открывать ее. Тут у нас туалет будет. И, короче, это очень неудобно, очень тесно. Мы решили поставить, посоветовались еще с дизайнером. И решили поставить в гардеробную. На самом деле мы дизайнера интерьера не нанимали. Мы планируем все сами. Я сама себе, я веб вообще дизайнер, но где-то там в графических-то редакторах. Сама планирую, рисую, обдумываю, обсуждаю. В общем, как-то так. С дизайнером мы вообще кухню уже заказывали и с ней посоветовались. И все-таки это более такое грамотное решение. Мы перенесли стиралку сюда, в гардеробную. План мы практически уже утвердили. Ну, тут, в принципе, мокрые зоны не меняются, поэтому проблем с этих не было. Мы укоротили спальню, и она будет чуть поменьше. Вот тут начертили уже. Тут как бы будет небольшая. В общем-то, только кровать и прикроватные тумбочки. Вот. И здесь будет гардеробная. И будем менять вот эту батарею здесь в нашей комнате в спальне на полную, скорее всего. Я хотела внутри полную, но что-то посмотрела видео, и говорят, что с ламинатом это не очень практично, потому что ламинат подвижный материал. Не знаю, еще посоветуюсь, конечно, потому что внутри полная мне нравится внешне больше. Оно не занимает места. Единственное, что непонятно совсем, как пыль оттуда убирать, потому что внутрь как бы не залезешь. Одних ребят я нашла в инстаграм, у которых очень красивые были напольные батареи, но какая-то проблема у них. Я не смогла ни дозвониться, ни дописаться. Я даже комментарии оставляла под постом, но как бы ребята не хотят себе клиентов, поэтому сейчас будем искать. Если вы знаете каких-либо хороших ребят, которые устанавливают под ключ, возможно, либо где, в принципе, красивая батарея, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет полезно мне очень. Вот у нас уже готовы стены. В общем-то рассказываю. Это у нас ванна, туалет при входе. Далее идем. У нас гардеробная получается здесь. И спальня. Спальня. Так, идем дальше. Дальше у нас кухня-гостинетка. Довольно, кстати, большая комната. И, на самом деле, когда устанавливаешь стены, квартира, на самом деле, кажется немного побольше даже визуально. Красота. У нас еще сантехник тут какой-то работа вот сегодня доделал. Следующим шагом мы будем заказывать входные двери. Уже выбрали. И будем здесь ждать. Потому что посмотрели в чате, что вот эти вот стандартные двери, они очень легко взламываются. И кому-то уже даже пытались взломать двери. Поэтому мы будем менять. Вот. Такойся, конечно. Не знаю, кто этим занимается. Реально бы руки повыкручивать. Потом у нас будет замена батареи. Вот. Чтобы заменить батареи, вам необходимо согласовать сначала у главного инженера. Затем, если вы брали там ипотеку в банке. Ну, это тоже самое вместе со стенами. Вот. И затем согласовать в одном окне. Независимо от того, я слышала, люди не знают. Поэтому я на всякий случай это посвечу в видео. Независимо от того, что в Минском мире свободная планировка, нет стен. Если вы устанавливаете стены, все равно нужно это все согласовать. Поэтому, да. Мы будем согласовать батареи. Еще немножко осталось подождать. И заменим батарею. Далее. Следующий шаг будет еще. Мы будем устанавливать теплый пол на балконе. Там будет моя рабочая зона. Квартира небольшая. И особо как бы негде было сделать рабочую зону. Мы решили в принципе не терять места и утеплить балкон. Следующим шагом еще поменять стекла на тройные. Потому что здесь сейчас холодно. И поэтому будем утеплять все. Теплый пол. И в общем-то как-то так. Потом уже следующий спринт планировать. Все это конечно очень дорого. А, сегодня мы вообще приехали разрисовать розетки. Мы распланировали сами. И сейчас будем... Ну еще не розетки, а всю электрику. И там выключатели. И все остальное. Тут оказалось, нужно много нюансов заранее решить. У нас будет несколько зеркал с подсветкой. Нужно было решить. Это будет сенсор. Либо это будет выключатель. Поэтому я уже непосредственно в компании, в которой мы будем заказывать зеркала, посоветовалась. И в принципе уже определилась. Ну, кстати, мне посоветовали лучше без сенсорного выключателя. Потому что они недолговечные. И могут выходить из строя. Мы сегодня попали на заказ. Посмотрите, как красиво. Заказ. Наконец-то, кстати, открылся туалет. Но его скоро вроде как закроют. Вот так вот выглядит туалет на первом этаже. И вот тут мы все уможем на работе. Сходили в Ленинград посмотреть. Смесители, всякого флю. Цветили. Сейчас покажу немножко кофе. Такие. Это кухня. Прикольно. Это такая кухонька. Делаем кофеёчек себе. Это, короче, какая-то релакс-зона тоже. У всех минималистичные рабочие места. Рабочее место моего мужа. Два монитора. Он притащил себе доску, на которой что-то пишет. А вот у него такой вид из окна. Пчеловый, конечно. Окна, правда, помыть, коли нужно. У тебя.